МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире последнее известие. В студии Светлана Шкель. Сейчас о главном к этому часу. Двое россиян пострадали при утечке газа в отеле Стамбула. Наши дипломаты в Турции не располагают информации, откуда приехали эти туристы. Трудовые мигранты начнут учить русский. За третьего ребенка будут платить. Пиво оставят только в магазинах и запретят рекламу шоколада. А по утру они проснулись. Какие новости нас ждут 1 января? Трюки, которые не может повторить никто в мире. Китайский цирк приехал удивлять петербуржцев. Историческое здание биржи распустится яркими цветами, покроется снегом и разрушится до основания. Нас ждет уникальное свето-представление. Двери Новому году в Петербурге откроет сказочный Санта. Следующий год он будет принадлежать людям умным. Оптимистичные прогнозы астрологов. Последние известные расскажут, как встречать год змеи и к чему готовиться. До сих пор неизвестно, из каких городов приехали двое россиян, пострадавших от утечки угарного газа в одном из турецких отелей. Представители Генконсульства России в Стамбуле заявили нам в телефонном разговоре, что сегодня эти подробности, скорее всего, так и останутся невыясненными. И новостей следует ждать в ближайшие дни. Добавлю, что с нашими соотечественниками все в порядке. Им вовремя оказали медицинскую помощь, и они не были госпитализированы. Утечка газа произошла сегодня рано утром в отеле Стамбула. По разным данным, пострадало от 20 до 23 иностранных туристов. Многих увезли в больницы в бессознательном состоянии. Неожиданный новогодний подарок получили жильцы дома номер 15. По бассейной улице у них отключили газ и отопление. Как рассказали горожане Балт-Инфо, в газовой службе помочь отказались. У них каникулы. Так что без тепла и горячей еды придется не только встретить Новый год, но и жить еще как минимум до 9 января. Это действительно так, подтвердили нам в Петербург-Газе. Дело в том, что ремонтникам придется перемонтировать всю систему газоснабжения этого дома. Оперативные газовые службы этой работой не занимаются. Там, скорее всего, надо делать проект. Там будет перемонтаж, то есть надо переносить какие-то трубы, то есть надо разбираться. Либо находить старые проекты и восстанавливать, как было. К сожалению, работая по установке нового оборудования, выходные и праздничные дни Петербург-Газ не производит. И в выходные и праздничные дни круглосуточно работает только аварийная служба, которая устраняет утечки. Добавлю, незабываемый в кавычках праздники устроил своим соседям один из жильцов. Он самостоятельно менял газовую колонку и по ошибке подключил воду в газовую трубу. Ну и вот мне передают сейчас, что с нами снова связались представители Петербург-Газа, которые сказали, что газ в этом доме уже появился. И есть он даже в доме, в квартире у виновника торжества. Что ж, будем считать это настоящей новогодней сказкой. В наш регион идет потепление, уже сегодня ожидается усиление ветра. МЧС предупреждает об опасности запуска Петарта, а также особо обращается к рыбакам. В области порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а волны на Ладожском озере ожидаются высотой от полутора до двух метров. Выход на лед опасен. И, кстати, накануне там прошла спасательная операция. В Кировском районе с оторвавшейся льдины сняли 10 человек. А 29 декабря спасатели эвакуировали 20 рыбаков, которые терпели бедствие на Финском заливе в районе поселка Комарова. Глава 47 региона, я напомню, своим распоряжением запретил выход граждан на лед. Нарушителям грозит штраф от 3 до 25 минимальных размеров оплаты труда. Итак, новый 2013 год пришел на территорию России. Первыми праздник час назад начали отмечать жители Чукотки и Камчатки. Нас разделяет 8 часовых поясов. Ну а в эти минуты звон бокалов и тосты звучат в Хабаровске и Владивостоке. И именно жители этих регионов первыми говорят, нет рекламе шоколада, напитком на основе пива и бензину класса Евро-2. Новый год приготовил россиянам немало приятных и не очень сюрпризов. Ирина Трегуб знает, что нас ждет уже 1 января. С 1 января в 53 российских регионах семьям, в которых родился третий или четвертый ребенок, будут выплачивать специальное пособие в размере от 6 до 11 тысяч рублей до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. Однако данные льготы предоставляются только тем семьям, в которых доход на каждого члена семьи ниже среднего по региону. Петербург и Москва тоже в этом списке. С 1 января также петербуржцам начнут выдавать универсальные электронные карты, которые заменят полис обязательного медицинского страхования, пенсионное свидетельство, банковскую карту, студенческие билеты, проездные на транспорте и другие документы. Получить чудо-карту бесплатно сможет любой желающий, достигший 14 лет. Для этого нужно просто написать соответствующее заявление. Кстати, проезд в общественном транспорте в северной столице подорожает. Метро будет стоить 28 рублей, автобусы, троллейбусы и трамваи – 25. С первого дня Нового года российским госслужащим и их родственникам запрещено владеть счетами, недвижимостью и ценными бумагами за границей. А российским клиникам вменили в обязанности отдавать предпочтение бесплатной госпитализации, а не платной. Хорошие новости для граждан соседних государств. Теперь регионы должны обеспечить трудовым мигрантам условия для обучения русскому языку и даже по окончании выдать специальный документ. Плохие для автолюбителей. Прекращается выпуск бензина и дизельного топлива класса Евро-2. А это чревато подорожанием отечественных автомобилей и дефицитом бензина. Ну и, конечно, борьба за здоровый образ жизни продолжается. С 1 января запретят продажу пива с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов в несационарных торговых точках. А еще россияне должны сказать нет рекламе шоколада в телепередачах и на интернет-сайтах, предназначенных для детей. За подготовкой к новогодним торжествам не скрылась знаменательная для нашего города дата. Ровно 100 лет назад, 31 декабря 1912 года, родился Иван Куренков, капитан знаменитого «Зенита» середины 20 века. Именно он выводил команду на финальный и победный матч Кубка СССР против ЦДК в августе 1944 года. По завершении карьеры Куренков 20 лет проработал старшим преподавателем в Институте водного транспорта. В нынешнем Государственном университете водных коммуникаций бережно хранят материалы, связанные с именем капитана знаменитого Кубкового «Зенита». И в начале следующего года пройдет турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ивана Куренкова. «17 цветущих роз» – так называется программа древнейшего цирка на планете. Труппа знаменитых китайских акробатов дает серию представлений в Петербурге. Трюки, исполняемые артистами из Поднебесной, не может повторить никто в мире. В северную столицу национальная акробатическая труппа приехала в рамках культурного обмена. В эти же дни в Китае зрители будут смотреть не менее знаменитый русский балет. Среди самых известных номеров 17 цветущих роз – усложненные до невероятности номера с вращением тарелочек. Китайский цирк, говорят критики, не похож на европейский. Восточная школа имеет традиции, которые развивались несколько тысяч лет. Артистов там начинают готовить в буквальном смысле с пеленок. Именно этим специалисты объясняют умение китайских циркачей выполнять невероятные трюки. Что-то невероятное ждет нас и в новогоднюю ночь. Точнее, ждет тех, кто придет встречать 2013-й в центр города. Историческое здание биржи будет распускаться яркими цветами и покрываться снежными сугробами, затапливаться водой и разрушаться до основания. Такой эффект создадут специальные световые приборы, которые осветят всю стрелку Васильевского острова, акваторию Невы. А лазером будут выписывать узоры на здании Эрмитажа. Видеоинсталляция изменит вид биржи до неузнаваемости. Главным героем станет Санта-Клаус, который, словно герой известной игры Марио, будет путешествовать по этажам здания, сражаться с огнедышащим драконом и плавать со скатами по дну океана. А в конце своего путешествия откроет дверь и впустит новый 2013-й год. Пять раз по 20 минут будет длиться новогоднее светопредставление и каждый раз новый сюжет. На фасаде здания зрители увидят долину огненных вулканов, космическое пространство, снежные бури. Все видеокартины будут сопровождать мощные звуковые эффекты, которые погрузят горожан в эту фантастическую реальность. Начало представления ровно в полночь, последнее светошоу закончится в 4 утра. Ну, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Всем знакомая примета. Для суеверных мы разузнали, что за характер у хозяйки 2013-го, змеи, в чем лучшее ее встречается и вообще к чему готовится. Наталья Липская выступила предсказательницей. Самого спокойного. Посмотрим. Как раз у нас спит, отдыхает. Евгений Рыболтовский знает, как обращаться с теми, кого все боятся. Он уверен, что змей в домашних условиях содержать легко. Главное соблюсти нужную температуру, влажность и не забывать про живой корм. Но это не решится держать дома присмыкающихся, может перенять змеиные повадки. Змеи – это существа спокойные. Змеи – существа достаточно флегматичные, не суетящиеся понапрасну. Не делающие лишних движений, знающие цену своей энергии, экономящие ее, но при этом реагирующие мгновенно при необходимости. А вот брать на вооружение змеиный окрас, по крайней мере, 31 декабря не стоит, уверена модельер Ольга Бояринова. На самом деле год змей наступает 10 февраля, и поэтому будет возможность делать еще одну прекрасную вечеринку для людей, которые хотят встречать год змей. К встрече Европейского Нового Года как нельзя лучше подойдут контрастные сочетания, например, черный и бежевый, лаконичные наряды, элегантные платья в пол. Однако и тут, напоминает Ольга, нужно руководствоваться своими привычками, особенностями фигуры и не забывать про место, в котором вы встречаете Новый Год. Не обязательно должна вещь полностью облегать фигуру. Можно красиво играть и открывать те места, которые хочется показать. Вот такое вот платье красное со складками. Оно как раз, опять-таки, можно кушать. Вот такая вот спинка кожаная. Несмотря на то, что по китайскому календарю мы еще целый месяц будем жить с драконом, самое время вооружиться знаниями о наступающем Годе Змеи. По мнению астрологов, это будут непростые 12 месяцев. Весь 2013 год. Ни в коем случае нельзя ввязываться в конфликты. Также придется воздержаться от необдуманных трат и поспешных выводов. Надо быть осмотрительней и в сфере финансов. Это касается как каждого отдельного человека, так и вообще в глобальном смысле. Не надо совершать необдуманных поступков. Следующий год он будет принадлежать людям умным. Надаля Липская, Софья Алашевская, Валерий Новозиянин, Артур Мешкорудный и Алексей Звенкин. Последнее известие. Петербург. И на этом информационная служба 100 ТВ прощается с вами до следующего года. От себя и от лица всех своих коллег я хочу пожелать вам незабываемой волшебной новогодней ночи. Пусть в следующем году у вас всего будет больше денег, удачи, здоровья. И пусть самые дорогие и близкие вам люди всегда будут рядом. С наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok